Бадлай только что честовал человека, одевающегося как маленькая девочка по имени Дилан Малвенни. Смотрите. У меня тут Бадлай для нас. Итак, я все слышала этот термин «мартовское безумие» и думала у нас всех просто лихорадочный месяц, но оказывается это как-то связано со спортом. Не уверена, что это за спорт, но в любом случае это повод отпраздновать. В этом месяце я отметила свой 365-й день в качестве женщины, и Бадлай прислал мне, пожалуй, лучший подарок – банку с моим лицом. И если есть какая-то тема, что объединяет почти все истории за последние три года, так это то, что люди у власти презирают людей под их начальством. Политики презирают избирателей, проповедники презирают свою паству, генералы презирают свою пехоту, офицеров и рядовых. Поэтому не должно удивлять, что в Бадлайт директор во главе компании ненавидит людей, которые пьют Бадлайт и вообще считает, что все они должны стать транссексуалами. Вот она. А передо мной встала очень четкая задача. Нам нужно развивать и возвышать этот культовый бренд. Что значит развивать и возвышать? Это означает инклюзивность. Нужна смена тона. У нас ведь было похмелье. Ведь Бадлайт был своего рода брендом общажного братства, такого нетолерантного юмора. И было очень важно сменить наш подход. Ага. Студенты плохие! Они такие нахальные! Так считает Алиса Хайнершайд. Закончившая Гарвард. Где, оказывается, она была не прочь пошалить и сама. Генри Роджерс из Дейли Колор как-то раздобыл фотографии, где она, еще студентка, в 2006-м. На снимках она надувает презервативы и нет, не на уроке биологии, а в какой-то общажной обстановке. Ну и как там Бадлайт? Бренд, за который она частично в ответе. Что ж, он потерял больше пяти миллиардов долларов капитализации стран с перехода. Стоило того? Ну, разумеется, Кэндис Овенс, ведущая Кэндис. Она присоединяется поделиться мнением. Надеюсь, вы не инвестор, Бадлайт, Кэндис? К счастью, я не держала их акций. И скажу вот что. Ничто так не говорит «Ненавижу общажное братство», как надувание презерватива на пьянке, что она и делает на этих фотографиях. Нарочно не придумаешь. Но мне также придется за нее вступиться. Ведь, слушайте, она лжет, потому что она должна лгать. Верно. Конечно, ей нравится общажная культура. Конечно, она веселилась, учась в колледже, как и любой другой. Но теперь, чтобы выжить в воу-культуре, нужно стать лжецом. Надо притворяться, что жирные люди красивы. Что-то одержим борьбой с расизмом. Надо притворяться, что считаешь Дилана Малвэнни женщиной. И его приветствуют в женских пространствах. Нам говорят, что надо лгать без устали, чтобы выжить в корпоративной культуре. И она не просто распространяет ее. Она сама ее жертва. Так что да, это просто позорно. И ей должно быть стыдно, что навязала эту идею Бадлайт. Но и ей ведь это навязали. Она же из Гарварда. А что там преподают? Как думаете, какие социальные установки у выпускников Гарварда? По сути, им говорят, что именно так и надо думать. И вот что еще хочу сказать, Такер, потому что меня это сильно расстраивает. Нужно проанализировать, почему Дилан Малвэнни в течение 365 дней мог открыто издеваться над женщинами, открыто занимать женское пространство, получать контракты от Улта Бьюти, отнимать контракты у других женщин, отнимать спонсоров, и никто не был против. Пока внезапно Дилан Малвэнни не вторгся в мужское пространство, это стало неприемлемым. Почему? Потому что мужчины не терпят такого уровня лжи, как женщины, так ведь? Мы реагируем эмоционально, а не рационально. Нам нужно было разобраться с Диланом Малвэнни, но мы этого не сделали, потому что сочувствуем ему. Ведь разве мы не должны сочувствовать мужчинам, которые хотят стать женщинами и пародируют нас, нанося помаду, заплетая волосы и говоря, «Я девочка!» Я думаю, нет, Аккер, но Волк Культура говорит «да». Вы рассмотрели проблему намного глубже и проницательнее, чем я о ней думал, это так. А ведь в одном предложении. Просто поразительно, что битву полов выиграли мужчины при помощи феминисток, не так ли? Да, совершенно поразительно. К сожалению, опять же, мужчинам приходится спасать женщин от этой ужасной идеологии, которая сейчас насаждается. И спасибо мужчинам за это. Великолепная Кэнди Соленс. Большое спасибо вам.